Всем привет! Сегодня у нас второе интервью и в гостях Вячеслав Огородников, капитан команды «Бастион». Мы будем продолжать тему, которую мы начали с Игорем Ильином. Это о том, что у нас лига немножечко особенная, что мы играем в бесконтактный хоккей. И вот хотел бы сразу спросить вот на эту тему Вячеслава, нравится игра в бесконтактных хоккей или хочется силовую какую-то борьбу? Ну, скажу честно, не пробовал силовую игру. Я догадываюсь, что для этого нужна подготовка специальная и физическая нагрузка также увеличивается. Но было бы интересно попробовать. Попробовать, конечно, можно это все делать на тренировках, да, то есть это все не так сложно попробовать. Мы просто на тренировках тоже стараемся приходить, чтобы потом нормально прийти домой, уже без травм. Вот. Ну, вообще, конечно, ваша команда «Бастион» молодцы. У вас так получилось, что сезон вы как бы у него так вкатывались, там у нас были какие-то тренеры, что-то какие-то помещения. Но в конечном итоге, вот как ни странно, я слышал, что все ваши игроки, они были, ну, довольно-таки, очень много таких положительных отзывов, что у вас внутренняя атмосфера в Канаде хорошая, да. И вот в начале капитана был Раймонд Донковский, да, а потом выбрали тебя. Вот расскажи, пожалуйста, про то, как ты стал капитаном, и вот почему у вас такая атмосфера, что вот всем вашим игрокам нравится вот ваш внутренний такой вот настрой. Ну, про капитана назначила не совсем команда, это было, так сказать, повеление Олега Репши, когда его команда заменила нашу, и потом так случилось, что мы две стали участвовать в турнире, и он сказал, что я буду капитаном, и останется наше название. Вот. Про атмосферу. Каждый игрок молодец, каждый знает, что лишнего не надо говорить друг другу, даже если есть что сказать. Ну, мы стараемся уважать друг друга, потому что у нас есть разные возраста в команде, и вот за счет этого уважения и наша атмосфера в команде, она присутствует и всегда на уровне. Вот, скажем, вы шли в чемпионате, у вас немножко не получалось, вы там заняли, получается, четвертое место, вот это вас как-то подкосило, расстроило? Нет, все было заслуженно, достойно, но в конце сезона, когда приехал наш вратарь основной Элбис, дух в команде тоже появился, и появилось желание играть и защищать нашего вратаря и выигрывать. Поэтому концовка сезона у нас удалось очень даже хорошо. Вот ты меня даже опередил, я как раз хотел спросить, за счет чего вам удалось и до финала дойти, скажем так, пройти ультру, да, и как раз вот в кубке Иванова опять же вы не дали ультре выиграть турнир, да, вот. Вот, получается, что вся заслуга Элбиса, или вот все-таки еще какие-то есть у вас лидеры, которые приложили уроку к победе? Ну, на ульту мы всегда настраивались особенно, потому что это принципиальный для нас соперник. Ну, так случилось, что в сезоне у нас именно с ними были баталии самые увлекательные, и внутренний стимул одолеть этого принципиального соперника взял я. Не только Элбиса, вся команда, всех, каждый молодец, я очень благодарен. Вячеслав, вот. Так, сейчас я там мысли причесываю, что потом лишнее подрежу. Сейчас. А, ну вот. Значит, я хотел поговорить о том, что, в принципе, у нас лига называлась как лига для начинающих и для ветеранов. Ну, стало, вот к концу сезона я устал обращать внимание, что ветеранов становится у нас все-таки участвующих меньше. Я не знаю, почему это происходит. Может быть, устали в течение, там, в городском чемпионате участвовали, там, кто-то еще, кто-то в Ригу ездил. Вот. Но все-таки ветеранов стало мало. У вас практически только вот Эдвард стоит за нас, да, и вот, ну, можно еще так сказать, на подходе Микланд, да, в основном у вас все-таки, ну, и Николай еще гусил, в основном тоже на подходе, да, к 45-ти годам у него подходит. В основном у вас уже команда все-таки более молодежная и уже на фоне даже того, что вы в финале были в Лиге, в Кубке Лиги и один Кубок выиграли, практически уже, наверное, вашу команду начинающую называть нельзя. Возможно, но многие люди играют меньше пяти лет в такими нашей команде и все-таки каждый год это новый опыт и может через пару лет мы уже не будем начинающей командой, но пока что я считаю, что есть над чем работать всем, да. Ну, вот смотри, у нас сейчас получается так, что возможно у нас сохранится такое количество участников, а возможно кто-то к нам добавится, да. То есть если к нам добавятся новые команды, представь, мы сейчас опять начнём, они придут, а мы начнём им говорить про какие-то джокеры, про какие-то уровни. Как нам этот барьер преодолеть? Хороший вопрос. Ну, для начала скажу, что любой приход новой команды я это очень позитивно рассматривал, потому что интересно играть с новыми людьми в лиге. И про джокеров, и про то, как они это поймут, не знаю, но правила есть правила, и я считаю, что они должны будут им подчиняться. Сейчас микрофон, мне кажется, микрофон включил. Так, у тебя будет забота получше. Так, там мы про то поговорили, про это поговорили. Так, что у нас ещё получается? Да, давай так сделаем. Как ты вообще нашу лигу оцениваешь на фоне того, что у нас есть городской чемпионат, но практически где-то пощупать, посмотреть, что там у них происходит, в принципе, как всё в подполе. А у нас всё наоборот, тут всё круто поддаётся, игра прошла, вот всё это видео. Как ты вот это всё воспринимаешь? Ну, я не знаю, какие правила и какая обстановка в городском чемпионате, но наша лига мне нравится, есть куда расти, всегда есть куда расти, стремиться к идеалу. Надеюсь, с каждым сезоном будем всё лучше и лучше, но этот сезон, я считаю, был самый такой центральный за последние несколько лет. Мощный? Очень мощный, да. Ну вот, хорошо, я тогда тебе немножко скажу, что такое городской чемпионат. Мы играем в нашей лиге, стараемся, чтобы уровень игроков был вот где-то, ну, держался в каких-то рамках. И те игроки, которые у нас выше нашего уровня, мы их называем Джокер. Ой, Джокер, всё, мы уже боимся, мы им говорим там, ну вот, ребята, там, давайте, может быть, вас поменьше бы таких у нас. А есть у нас игроки Супер Джокеры. Супер Джокер, мы всё, сразу за голову хватаемся, ай-яй-яй-яй-яй. Вот тебе представь, городской чемпионат, там все Супер Джокеры. То есть возьмём команду, там, ну, Сасканя, там, Полиция, Калупы, да. Там они все вот так вот, жух-жух-жух, вот как у нас Арвис приходит один, да, и он, скажем, в команде Калупы, он, ну, там, ну, где-то, может быть, с первой пятёрки десятки, да. То есть у них ещё есть там и Виталик Горохов, есть ещё, там, ещё Боровков Владимир, да, там, ребята очень хорошие, там, и Серёжа вот тот же Божин, да, у них там все вместе они играют. Вот это, в принципе, ребята все, которые Супер Джокеры. Понимаешь, вот мы два Джокера уже плачем, да, а там, понимаешь, вся команда, два Джокера. А что нам там делать? Я согласен, ничего. И плюс ещё и силовые приёмы. Ну, да. И вот смотри, мы, по-моему, года полтора назад у нас какой-то турнир был, пригласили вот команду Ультра, там, команду Спарта, ну, сыграла Ультра 18-0. И вот у нас сейчас собрание было, и представитель Ультра сказал, нет, спасибо Богословичам, это нам не надо. Ну, это не тот уровень, то есть там уже всех, кто умеет играть, их всех высосали в команды, что нам осталось? Нам остался только наш уровень, поэтому мы так себя и защищаем, да, чтобы было. Ну, и вот смотри, мы вот сейчас тогда немножко затонули тему городского чемпионата, всё-таки какие-то команды новые придут к нам, да, вот всё-таки как бы ты хотел, чтобы чемпионат шёл? Вот мы будем рассматривать новые команды, будем рассматривать их игроков, или будем просто думать, а, вот у вас команда там больше таких сильных игроков, тогда мы в наших командах будем статусы повышать. Вот как ты считаешь, какой лучший вариант сделать? Я считаю, что чемпионат же не начнётся в июне, у нас будет время узнать, кто есть кто до начала, до сентября, октября, как ты решишь, когда он начнётся. И там уже начать чемпионат полноценно, уже с установленными какими-то рамками для каких-то игроков определённых, и тогда, я думаю, будет всё достойно пройдёт. Ну, вообще-то мне предлагали, что будет, наверное, ещё время, вот у нас свободное, где-то, может быть, в июле, в августе, и даже мне предлагали то, что можно провести какие-то турниры. Конечно, можно было бы желающих, вот кто хочет участвовать, попробовать их уже испытать у нас, в другой момент, что, может быть, они не все соберутся, вот в такой момент. И, в принципе, если мы даже начнём в сентябре, допустим, ну, не важно, когда мы начнём в сентябре, в октябре, начнётся чемпионат, и мы уже после одной, двух, трёх игр только тогда начнём видеть, что команды какие-то более высокого на нашем уровне. Вот, допустим, на сегодняшний момент я могу сказать, что мы вообще, ну, вот, с командой «Висогенос» мы немножко их так больше поприжимали, попригибали, всё-таки они оказались более обижены, потому что у них в основном, ну, Серёжа Божин, да, он, может быть, был так где-то между Джокером и Супер Джокером, такой игрок, но за счёт того, что мы не давали возможности, там, вот, статус не давали, то есть, простого игрока, как бы, просматривали, там, плавал то Джокер, то не Джокер, вот, Артём Старовойтов, и, в принципе, вот, если рассматривать, вот, сегодняшний, сегодняшний момент, вот, как у нас лига наша есть, вот, для начинающих, для ветеранов, то команда «Висогенос» — это как раз вообще самый-самый, вот, ветеранский состав и самый-самый начинающий состав, это вот, вот, им как раз-таки где-то какая-то помощь нужна, если у нас придут команды, допустим, вот, например, если, допустим, ну, скажем так, «Луздукамс», допустим, да, если вот они придут, там уже ребята все молодые, они уже даже своих, скажем, таких, ну, игроков, поспокойнее будем, мягко говорить, поспокойнее, да, оставили дома, приезжают более сильным костяком, то они придут в нашу лигу уже, пройдя через городской чемпионат, они уже, ну, хорошие игроки, да, они не персонал, они тоже, они всё ещё, можно считать их любителями, начинающими, но они против ветеранов и против этих начинающих ребят из эс-агенса, они будут гораздо сильнее, то есть вот где-то надо будет думать, какой-то статус им приравнивать, где-то чуть-чуть помогать им, какой-то, может быть, джокера какого-то, тогда им давать, чтобы они могут играть, вот эти моменты, сложно будет нам это регулировать? Ну, к слову, во-первых, они будут играть вне силовой хоккей, для них это станет сложнее, потому что отобрать шайбу без применения силы будет сложнее, мы уже научены, у нас есть какой-то опыт, ну, я считаю, что если команда сильная, приятно играть с таким соперником, набираться опыта против сильных игроков и урезать именно во время чемпионата какие-то их возможности, игроков убирать, я не считаю это правильным, потому что есть сильные, есть слабые, есть победители, есть проигравшие, и это нормально для всех, поэтому до сезона можно это решить, если найти каких-то там супер джокеров, их убрать, но во время сезона лучше не стоит что-либо трогать или менять, сейчас, да, там табличка, я хотел сразу сказать. Так, ну, скажем тогда так, вот сейчас у нас наступило лето, да, межсезонье, у нас наступает пора переходов, есть у вас желание каких-то игроков перетянуть к себе? На данный момент не ведем переговоры еще ни с кем, приобретения в конце сезона в виде Игоря Логинова было более чем достаточно, на данный момент все в порядке с составом. Ну вот Игорь Логинов, да, он как-то вот втянулся в вашу команду и, естественно, сыграл очень хорошо, вот я отмечал, да, что он сделал три передачи, и вот вы выиграли со счетом 4-2, да, там это, конечно, это было очень здорово, потому что если бы на него он, оборона по-другому бы смотрелась. Да, мы выиграли 4-0 даже в том числе. А, 4-0, да, да. Не, я, а, на 4-0 до этого выиграли, да, хорошо. Так, ну, о чем мы с тобой еще поговорим? У тебя есть какие-нибудь вопросы, вот скажем, в течение всего чемпионата, вот вы все время были недовольны с действием, да, считали, что Бастион все-таки заслужил, да, это действительно так, или все-таки ваши эмоции были? Вот сейчас, когда время прошло, да, вот ты можешь немножко так, уже прошло, и оглядываясь назад, еще раз сказать, как это было, справедливо, несправедливо. Скажу честно, по несколько раз многие моменты пересматриваю, и очень интересовали тоже моменты других команд, когда они просили какие-то пересмотры, я эти моменты тоже изучал. Мое личное субъективное мнение, не от команды, лично мое, хромает у нас это судейство, и можно что-то придумать получше, особенно, ну, потому что судей сверху, я считаю, вот этот ближний борт, ему плохо виден, особенно смотреть офсайды, и даже судья с поля, он мог это помогать, показывать, где офсайд, где нет, но я не видел взаимодействия их игры. Они часто друг друга не понимали, и из-за этого тянулось время. У нас судья в поле, это, в принципе, больше технический судья. Да, и поэтому, все-таки он функцию выполняет, и вбрасывание, и он не понимает, где вбрасывание, это тянет время, и нервы так накаляют. Ну, это, я думаю, как говорится, дело наживное, да, они там с этим делом справятся. А вообще, конечно, ну, судьи все делают ошибки, тут такого не бывает, то есть, когда мы смотрим чемпионат мира по хоккею, ну, и там все идет настолько быстро, тут вообще удивляешься, где они вообще эти нарушения все видят иногда. То есть, я даже так же и у нас в лиге смотрю, думаю, вот так вот, бежал-бежал, вдруг свистят, вдруг нарушения, потом посматриваешь, да, там где-то кто-то кого-то зацеплял. Ну, в общем, это сложный такой момент, да, оцениваю. Сам бы хотел попробовать посудить? Честно, даже хотел бы посудить на каких-то более серьезных матчах, может, чемпионат города, первая лига, но для этого у нас в городе, насколько я знаю, нет никаких шансов выучиться. Самостоятельно? Да, ну, мне было бы интересно в игре быть немного с другой точки зрения, не игроком, не зрителем с трибун, а именно вот судьей, который все видит в динамике. Хотел бы попробовать, да. Так, давай сейчас, знаете, теперь поговорим все-таки о каком-то, ну, вот балансе, да, вот, скажем, вот, вы играли вот уже, когда был кубоковного, вы играли против ультры. Все-таки ультры, ну, вот была одна девочка в составе, да, она, конечно, хорошо играет на уровне девочек, она вообще там суперджокер, да, но ей вот с парнями, конечно, не так легко, но она там старается. Вот в этом плане, вот как ты считаешь, ваша команда и ультра, у вас были знаковые шансы или ультра была немножко все-таки чуть-чуть более ослаблена вот за счет этого? Вот все-таки у них Юрий Наруновский выбыл, да, где-то вот, к сожалению, почему-то Олег Герасимов не смог в финале поучаствовать. Я считаю, шансы были 50 на 50. У них есть очень хорошие исполнители, игроки и многие защитники опытные, которые тоже очень уважают, например, Сидоров, Комаров. Очень опытный защитник, мне очень нравится его стиль игры. Я считаю, могла выиграть и та, и эта команда, выиграли мы, и достойно победы. Так, ну, давай теперь о тренировочном процессе поговорим, да, вот у нас тоже Игорь Ильин затрагивал немножко тему тренировочного процесса. Вот конкретно тебе, да, ну, может быть, ты слышал мнение каких-то игроков в команде, что больше хотелось бы? Все-таки сделать какие-то упражнения или вот прийти и поиграть в хоккей, да? Ну, честно, хотелось бы многие упражнения. Я вспоминаю, когда мы вместе с командой Ультра еще очень тесно общались, были как почти одна команда. Мы брали тренировки у Игоря Мартишова. Было очень интересно. Много что уносишь со льда и всю эту неделю потом перевариваешь до следующей тренировки и набираешься опыта. Это очень интересно, делать какие-то упражнения, а потом в игре их комбинировать, и это дает результат. Игровая тренировка тоже хороша, но все в меру должно быть. Ну, давайте, значит, о том, о чем вообще мы никогда не говорили, да, все-таки у нас какая-то лига есть, мы все хоккеисты, а если нам попробовать сделать какую-нибудь вылазку, поехать, скажем, вот сейчас как раз у нас льда пока нету, и попробовать сыграть, скажем, какой-нибудь командой, договориться там, где сейчас лед есть, там, в Вильнюсе или в Риге. Вот такую вылазку сделать, такой ваяж, вся миссия. Я только за. Это интересно играть не в нашем леду, в другой атмосфере. Это было бы очень интересно и очень попробовать. Понюхать что-то новенькое, да? Да, да, именно. Ну вот, давайте сделаем так, мы обращаемся ко всем, кто сможет посмотреть это видео, да, если у вас есть тоже такое желание сыграть в бесконтактный хоккей, ну, я не знаю, может быть, Владик захочет сыграть и в контактный хоккей, покажете ему, что такое контактный хоккей, да, то есть мы будем ждать. Ждать ваших предложений у нас до 26 июня, пока лед будет, ледовый дворец будет ремонтироваться, льда у нас не будет, поэтому, ну, вот, пожалуйста, у нас уже есть желающие, которые хотели бы куда-то попробовать. Пожалуйста, в качестве отпуска, в качестве какого-то легкого вояжа мы бы с радостью попробовали какой-то компании, там, человек 10-15, да, поехать и где-то с кем-то поиграть, вот, в рамках, может быть, дружественного обмена. Вот, наверное, на этом будем заканчивать, как тебе интервью понравилось. Или ты что-то хотел, что-то свое? Нет, ну, вот, не знаю, я бы хотел, знаешь, ну, подготовиться было бы неплохо, вот это вот, потому что многие вопросы импровизируешь, и именно постановку слов, я вот сам за собой смотрю, что сложно. Ну, я-то тоже непрофессиональный интервью. Ты тоже так из головы берешься. Ты тоже, видишь, вот, тут ничего нет, бумажки, да, совсем, я там, Куранов, Алин, там, кто там, что, денежки на вас сдавал или что-то в таком духе, да, поэтому я, может быть, на компьютере там пытался что-то, какие-то вопросы задать, ну, написать, но, с другой стороны, мне натуральное общение… Ну, это же живое общение, да. Да, оно гораздо лучше, чем встает журналист, какой-то свой вопрос там задал, а, по сути дела, ему ответ неинтересно, он потом напишет, напишет, кстати, сам, сам, чего он хочет, да, вот мы с тобой пообщались, поговорили, вот. Ну, видишь, у меня тоже опыта такого большого нет, и я так страшненько немного буду. Хорошо, слушай, давай тогда, знаешь, еще вот такой вопрос, вот у нас, если сейчас, вот, как мне сказали, что если будет лед свободный, да, в принципе, у нас получается так, чемпионат лиги, ну, ну, будет открываться, ну, наверное, в сентябре, да, когда там какие-то посевные там закончатся у всех, да, все более-менее освободятся, а какие бы кубки, вот, можно было бы провести, там, или какой-то турнир, под каким названием, там? Я на днях думал насчет такого, и я считаю, что было бы интересно сделать большую лигу, которую мы играли, вот, с сентября или октября, уже точно не помню, до начала весны сделать именно основную лигу без джокеров, а вот такой турнир, как мы играли кубок Иванова, чтобы этим людям тоже давать играть, ну, потому что есть хорошие игроки, которые хотят попробовать себя в чем-то новом, в том же бесконтактном хоккее, сделать отдельный турнир на месяцок, на пару недель, каждый с каждым сыграет, обменяются опытом, я так считаю, что было бы интересно, ну... Подожди, ну, не, все правильно, я, в принципе, вот, насчет, кстати, вот, эта тема у меня была, она из самых главных, просто из головы вылетела, да, то есть, видишь, без мажечки, без прогалочки мы все это дело ведем, действительно, вот, как все-таки чемпионат лучше проводить? С джокерами, без джокеров или пробовать тянуть две серии, да, то есть, одна будет идти серия, где команда играет, может быть, даже та же команда, только добавляется с джокерами, она уже играет, как будто, как другая команда, да, или просто не надо нам джокеров, будем мы играть, вот, чемпионат, там, вот, скажем, как в кубке Иванова, там, больше понравилось без джокеров играть, вот, как бы ты хотел? Ну, лично мне, на самом деле, очень понравился кубок Иванова играть без джокеров, есть начинающий и начинающий, нет у кого-то, кто всех обводит, как фишки, да, как было у нас такое, что делает игру просто один человек, и ты, ну, стоишь, наблюдаешь за этим, интересно, можно много чего узнать, но можно также посмотреть профессиональный хоккей, посмотреть за профессионалами, но когда эту игру делают всей команде, я думаю, даже той команде не очень интересно так играть, когда они стараются, пытаются, у них не получается, они знают, что они выпустят этого игрока, и он сделает им счет, я считаю, без джокеров было бы более интересно, более завораживающие поединки. Ну, хорошо, а тогда вот смотри, такой момент, что вот все-таки, допустим, вот ваша команда, она более сбалансированная, все более такие ровные игроки, а есть те, кто, вот, хотели бы играть у нас в лиге, но они придут, но они, вот, вот, они еще пока, ну, скажем, вообще, вот только-только начинающие, вот в таком варианте укомплектоваться какими-то игроками, которые, скажем, ну, подбалансируют их под более высокий уровень, это будет справедливо или как? Сейчас, я подумаю, такой хороший вопрос. Нет, ну, а представь, что у вас на... Ну, у тебя есть уже баланс, ну, ты вот сейчас спрашиваешь, есть уже этот баланс, то, что было там три нюшки, да, и на одного джокера. Ну, это очень сложно. Это сложно. Сложно, да. Так, я сейчас могу на камеру ответить. Ну, давай. Ну, я считаю, что балансу, баланс может иметь место быть, но если он органи... Ну... Ты не волнуйся. Я не волнуюсь, я не могу свою мысль. Не знаешь, как это все запускать, да, как это все будет работать, нет, нет, я имею в виду, что как это все будет на практике работать, да, как это все определиться, нет? Хочу сказать, чтобы это решили все команды на собрании, чтобы это было по отношению, честно, по отношению ко всем. Вот, сейчас. Нет, ну, смотри, допустим, если брать конкретно команду Орешек, у них не очень всегда понятно. То есть, у них могут приехать ребята из Екопилса, а у нас на собрании все время говорили, да вот, они там, они там джокер, они там бегают, у них там удар с ними, там, да. А потом, бац, и они не приезжают, и приходят в команде Орешек, там приходят все, там, практически начинающие, да. Ну, это очень сложно, как-то, или какой-то коэффициент вводить. Я когда так думал, ну, это такая возня, это такой суп постоянно надо заваривать, это очень сложно. Ну, это, можно сказать, ну, проблема каждой команды, кто может приехать на игру, кто не может. И то, что у них один состав приезжает, делают игру, и когда он не может, они слабая команда. Но это игровой процесс, это естественно. В общем-то, получается, больше всего, вот, больше всего, что я хотел узнать, это по поводу того, что, какие у нас будут на следующий сезон, вот, желание проводить лиги, да, то есть, или мы будем с джокером играть, или без джокером. Я так понимаю, что все-таки желание играть больше без джокеров. Да, ну, все вместе, я считаю, можем встретиться с представителями каждой команды, и новых команд ввести их в курс дела, и мы можем все это вместе решить, я считаю. Ну, то есть, все-таки, получается так, основная идея, чтобы в новом чемпионате мы сразу, ну, как бы определились, вот, если игроки были в спортшколе, да, у них есть там какой-то хороший уровень, ну, вот, есть городской чемпионат, ребята, там и играйте, да? Да, я считаю, именно так. Все, понял. Вот, спасибо, это был Вячеслав Погородников, капитан команды «Бастион», спасибо. Всем спасибо, спасибо, Игорь. До следующих встреч. До свидания.